привет снова у меня заказ ткани из магазина mark 365 это лоскутный сайт лоскуты остатки из рулонов на в ателье на производстве но я уже точно не могу сказать так написано у них но сейчас я про утюжу и потом покажу что я заказала начала распаковывать хочу показать вот хорошо очень упаковано каждый отрез кулечки ну пакетики и под номером тем которые на сайте был сейчас этих остатков нету потому что они единичном экземпляре и проданы я купила их поэтому их не найдешь я и ссылки поэтому не делаю а просто на магазин делаю иногда я там вижу повторяется но разный метраж тех же кусков вот остатков может быть расцветка одна и та же но метраж другой совсем но распаковывает дальше привела я в порядок погладила своей ткани уже теперь мои прошлый раз я показывала вот такой атлас на баечке и говорила что на пижаму я взяла мне настолько понравилась эта ткань и я запомнила что когда я пересматривала каталог видела еще пару отрезов в общем и решила заказать такую возможность я не упустила вот такая красивая ткань чуть-чуть она не такая фланелечка вот здесь но все равно мягенькая эта сторона изнаночная мягенькая но лицевая более блестящая более атласная здесь идет и рисунок мелкий тут и зеленая вообще-то красно-черная как-то она там на фотографии не играла поэтому она лежала я не знаю сколько но вообще-то это не последняя поставка была не последняя у них завоз не последняя вот сейчас покажу поближе вот так блестит его здесь так я открыла здесь свой заказ значит ткань белевая хлопок плюс вискоза атлас средней плотности мягкая не тянется не просвечивается хорошего качества ну в общем сколько здесь у меня четыре с половиной метра вот этой ткани метр сорок ширина они самое главное чуть-чуть другого и качества и наверно производителя потому что там у меня было что-то там 80 или 90 ширина а это метр сорок ширина и еще вот такая мне показалось она будет такая же как это но отличается тоже так сейчас я скажу тоже вот написано белевая хлопок плюс вискоза атлас на байке плотная средне мягкая но я бы сказала что она такая более жесткая вот она такая форму прямо хрустит держит в разных ракурсах тоже она поблескивает вот это эти прямоугольнички поблескивает от это поле оно матовое и такая она вот не знаю слышно или нет хрустит шуршит не хрустит а шуршит ну в общем это красная это мягкая это более жесткая мне так я смотрю что даже можно и рубашку пошить сорочку смысле но из-за этих тканей я делала и заказ вот из-за этих именно не хотела упустить до здесь 80 сантиметров ширина и 363 вот это светлая длиной заплатила я за нее 232 гривны а это вот четыре с половиной метра красная черная я заплатила 305 гривен так и теперь так какую мне значит так тут я это самое 391 какая тут ага вот она вот это поставила кулечек и остальное у меня подкладки почти все потому что у меня подкладок нету а он я много покупала этих пальтовых на тренче я уже купила подкладку у них мне очень понравилось она у них подкладка поэтому я снова заказала вот она какая-то не такая вот как я покупаю магазина такая плотная ну по качеству отличается если я покупаю вискозу подкладку вискозную на тех сайтах или в магазине вот она такая мягкая такая вот вся живая шевелится то здесь она такая как саржевая с этой стороны матовая и такая более плотная вот и это вискоза плюс полиэстер плотная жестковато не тянется не просвечивается очень хорошего качества но они везде пишут очень хорошего качества шириной сто восемь это метр восемь на два с половиной метра даже два шестьдесят вот это за этот кусок я отдала сто шестьдесят шесть гривен но вискозные подкладки от 100 до 150 гривен метр стоит поэтому я думаю выгодно покупать вот так за отрез два с половиной два шестьдесят я отдала сто шестьдесят гривен если бы даже по сто гривен это бы у меня обошлось бы 260 гривен на 100 гривен дороже так и еще у меня вот эта подкладка где-то она у меня есть а вот средне мягкая не тянется не просвечивается тоже вискоза плюс полиэстер здесь у меня ширина метр тридцать шесть на три метра сто тридцать две гривны вообще это более тонкая но такая вот она плетение такое плотная не блестящая а такая матовая больше хотя чуть-чуть есть блеск такой но все равно не так вот это черная более блестящая вот и более плотная а это тоньше хотя такое плетение плотная вот не рыхлая а плотная так и подкладка номер три красная я прошлый раз показывала ткань миссони трикотаж полушерсть и она достаточно колючая поэтому обязательно надо шить или нижнее платье чехол или на подкладке шить и вот красный цвет будет то что надо здесь вот два куска в одном куске 5 метров 92 сантиметра во втором 3 метра 72 сантиметра правда ширина такая узкая 61 сантиметра такое впечатление что это достали из загашников тех старых времен или сейчас тоже такие ткани узкие выпускаются я не знаю и она такая вот как как шелк хотя написано что вискоза написано но я попала вода на нее я в утюг наливала и осталось пятно такой красивый цвет алый с изнанки матовая она но не совсем такая матовая а вот чуть-чуть и отлив имеется но по лицу это блестящая гладенькая вот вода у меня попала с утюга и остались пятна вот как на шелке и второй кусок тут поменьше а этот точно такая же и продавалась она одним лотом можно так сказать за все это я заплатила 218 гривен гривен гривна у нас но к рублю два и три раза умножайте будет ваша цена и ну два раза даже умножить это будет это 400 где-то 450 рублей на ваши деньги вот это у меня набор этих красный цвет я люблю красные подкладки даже если в тон как бы изделий не соответствует отшила черный пиджак с красной подкладкой поэтому красная подкладка всегда будет у меня востребована так и еще прошлый раз корзине у меня лежала вот эта подкладка это у меня идет тоже вискоза плотная такая тяжеленькая и и здесь ширина метр пятьдесят шесть на два метра два метра длиной думаю настя может захочет такую подкладку бабочки но это такая вот ощущается как современная подкладка вискоза но такая плотная не тонкая такая плотная увесистая вес имеет ну вот такие бабочки на подкладке ну и еще купила а там был отрез небольшое но остатки все у них вот платье костюмная полушерсть полушерсть точно колючая вот и сюда надо будет стать вот сюда можно красную подкладку сделать и здесь у меня метр пятьдесят два шириной 78 сантиметров длиной за это я отдала 130 гривен за этот отрез потому что настюня мне прислала фотографии какую она хочет юбку там юбка в клетку и вот такую я выбрала клетку она фасон не прислала юбки там правда серая клетка но мне это понравилось неважно вот такая юбочка с запахом ей там не длинная а короткая и так даже на бедрах и думаю 72 сантиметра я влезу в эти 72 сантиметра ну в общем вот такие у меня заказа в общем у меня сподвигли на этот заказ вот эти две ткани на пижамы ну и подкладки конечно тоже вот мне надо шить а подкладок у меня абсолютно нету я все использовала у меня было очень много мне отдали были саржу и шелк и подкладку я не нуждалась несколько лет только покупала там если хотела ну другую какую-то вот чем у меня имелись а сейчас у меня в запасах вообще нету подкладок ну те которые прошлый раз я купила две на тренче виктории и насти ну и особенно вот это я прямо не могу вот какая она приятная это уже более жесткая такая шершавенькая а это прямо можно не даже захотелось я вообще-то не ношу халатов даже халат думаю можно шить длинный халат но вообще-то или больше мне подошло сшить например домашний костюм такой пижамный и ходить дома или пижама спать тоже приятно будет в таком вот а это я же говорю что я на пижаму как брала но оно такое вот здесь фланелечка имеется больше чем на красной но ну такая как бы я бы не сказал что бельевая но и на рубашку или сорочку тоже подошло бы пижама не знаю что буду шить но в общем это у меня три набора для пижам в общем две это точно а это посмотрю сегодня я смотрю вот зашла на сайт к ним у них сегодня объявлена скидка до 50 процентов это значит на некоторые будет меньше на некоторые 50 процентов даже так вот сегодня еще больше скидок до 50 процентов и так что заходите к ним открывайте каталог ткани заходите меня там спрашивают регистрируетесь как на любых сайтах регистрация у вас происходит вот приходит потом ссылка к вам на почту она может попасть в спам поэтому вы можете ее не заметить очень часто вот такие ссылки попадают спам значит заходите в спам и там вы обязательно потому что сразу же приходит когда вы регистрируетесь на любом сайте сразу приходят ссылки чтобы активировать свою регистрацию активируете и все у вас будет свой кабинет личный где там у вас будет все ваши заказы так что тут еще у них ага личные данные заказы вот я все три заказа у меня там находятся и еще здесь есть такой раздел чат это там где вы общаетесь с ними переписка у вас может быть вот отзывы оставить ну в общем такие дела у меня на этом буду заканчивать пока пока надеюсь уже теперь больше я сейчас шью не только покупаю я не всегда все показываю вот ну в общем до новых видео до новых пошивалок пол兩個 но даже Egypt у нас Продолжение следует...